Больше за 11,5 тысяч гектаров стольки соснового леса в области пошкодзев жук-караед. Специалисты кажут, что ситуация не такая складанная, как, например, у Гомельской области. Але проблема серьезная, бо по колесной один из способа бородьбы со шкодником. Специалисты означают, попередние засушливые годы провели до того, что сосновые древы ослабли. Их легко шкодзев жук-караед. Выявить его на ранней стаде и складана, бо селится шкодник на верховине древа. В области больше за 11,5 тысяч гектаров хвоевого лесу пошкоджены караедам. Он находится под корой. И разовые инъекции в каждое дерево делать нецелесообразно. И таких технологий нет. Авиахимобработка в этом плане нам не помогает. Соответственно, единственный метод борьбы – это своевременное выявление заселения деревьев. Отвод и вырубка. И вывозка из леса. Специалисты кажут, что ни один кубометр высеченного леса не зникнет. Такая драунина пойдет на будматериалы. На их якость эта проблема не уплывая. Высеченные участки леса одновять. Высаживают не только сосны, а еще и борозы. Отримливаются биологично устойливые насаджения. Але для выражения проблемы спотребится не один год. Система эта, конечно, она в этом году, скажем, не закончится. Те прогнозы, которые делают наши специалисты, институт леса, мы будем заниматься примерно 4-5 лет разработкой поврежденных сосновых насаждений караедом и черным усажением. Каб высадженные древы досягнули узросту спелости, повинно пройти не меньше за 80 год. Катярина Балукова, Сергей Карпяков, Денис Бутылин. Новины региона.